Реконструкции Патрухановские Горсовета анонсировали начало ремонта Тираспольской площади в августе 2016 года. Тогда пообещали, что ремонт будет завершен до конца декабря. Через несколько дней площадь начали раскапывать бульдозерами, но в сентябре они уже начали откладывать сроки на неопределенное будущее. Еще на начальном этапе работ, когда с площади сняли слои старого асфальта, под ним обнаружилась аутентичная брусчатка 19 века. Общественники выступали за то, чтобы сохранить это прочное и долговечное покрытие. Однако конструкторы выкорчевали брусчатку и куда-то увезли, а вместо нее постелили гранитную. Рабочие мотивировали это тем, что старая укладка усиливает шум от проходящих по площади трамваев. К слову, во время реконструкции столько недавно уложенных рельс сошел трамвай. И так уж совпало, что фирма-подрядчик Пикстрой никогда раньше не занималась перекладкой рельс. Браться за сложные ремонтные работы спустя рукава типичны для фирм, близких к Труханову. Еще один известный горе-проект мэра, ремонт старинного моста Коцебу, переживает сейчас ту же историю. В нем уже появляются сквозные дыры, которые рабочие пытаются латать, засыпая мусором, а старинные перила покрылись ржавчиной. Работы по реконструкции Потемкинской лестницы завершились всего несколько месяцев назад, а с пролетов под лестницей целыми пластами осыпается штукатурка. На масштабную реконструкцию, которая длилась целый год, горсовет выделил сначала 15 миллионов гривен. Итоговая сумма, по оценкам журналистов, составила почти 40 миллионов. Работы сопровождались постоянными скандалами и заявлениями общественников о нарушениях. Главную достопримечательность города практически заново переделали. Надежность и качество работ оставляет желать лучшего. Сейчас в руках Труханова еще одна старинная достопримечательность. На реконструкции находится Одесская колоннада. Сегодня предстоит большая работа по сохранению. Спасли Потемкинскую лестницу. Сегодня вторая задача. Спасти, я подчеркиваю, не просто провести ремонтно-реставрационные работы, а спасти сегодня в Росовскую колоннаду. По предыдущим актам спасения можно сделать выводы. Труханов в роли архитектурного спасителя зарекомендовал себя худшим образом. Также сомнительное доверие вызывает миллиардный кредит, который городская власть взяла для постройки школ, жилого дома, восстановления фасадов, кровель, лифтов и дорог. И чем больше бюджет, тем больше вероятность его расхищения, а следовательно, трухановская плитка, осыпающаяся штукатурка, провалы на дорогах и трещины по свежим фасадам. Если с достаточным бюджетом развития Труханов и Кумовья делают такие реконструкции и ремонтные работы, то на что они способны с дополнительным миллиардом? На многое, но не для нашего города. Редактор субтитров А.Семкин